Называет тех, которые живут по Его закону, по закону Божию, которые не ограничивают Бога местом, как самаряне, или не чтут Его служением телесным, как иудеи, но кланяются в Духе и Истине, то есть душою, чистотой ума. Так как Бог есть Дух, то есть бестелесен, то и поклоняться Ему должно бестелесно, то есть душою. Это означается словом «в Духе». Ибо душа есть Дух и существо бестелесное. А как многие, по-видимому, поклоняются Ему душою, но не имеют о Нем истинного понятия, например, еретики, посему призывокупил и в Истине. Ибо должно поклоняться Богу умом, но также должно иметь и понятие об Нем истинное. Так как самаряне ограничивали Бога местом и говорили, что на этом месте должно поклоняться, а у Иудеи все совершалось в образах и тенях, то против отличия самарян употребляют слово «в Духе». Так что речь имеет такой смысл. Вы, самаряне, совершаете служение Богу, какое-то местное, а истинные поклонники будут совершать не местное, ибо они будут служить в Духе, то есть умом и душою. Не будут поклоняться под образом и тенью, как иудеи, но в Истине, так как обычаи и обряды иудейские будут отменены. Так как закон иудейский, понимаемый буквально, был образом и тенью, то, может быть, слово «в Духе» употреблено для отличия от буквы. Ибо в нас действует уже закон не буквы, а Духа. Ибо буква убивает, а Дух животворит. Для отличия от образа и тени употреблено слово «в истине». Настанет, говорит, время, и настало уже именно. Время явления моего во плоти, когда истинные поклонники будут поклоняться не на одном месте, как самаряне, но на всяком месте духом, совершая поклонение, не телесное только, как и Павел говорит, которому Богу я служу в Духе моем. Будут совершать служение не образное, тенистое и указывающее собой на будущее, как иудеи, но служение истинное и не имеющее никаких теней. Ибо таких поклонников ищет себе Бог, как Дух духовных, как истина истинных. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...